В 1972 году выходит следующий альбом группы «Караван» под названием «Лилия Ватерлоу». Этот альбом выпускался уже после ухода из группы клавишника Дэйва Синклера, а место за клавишными занял Стив Миллер. Этот альбом считается синтезом джаза и поп-музыки. Многие критики считают этот альбом недооцененным релизом группы и считают, что это одна из самых лучших работ группы «Караван». Этот альбом показывает, насколько хорошо группа «Караван» могла сбалансировать относительно простые поп-мелодии со сложными прог-тренировками. В нем есть все музыкальные особенности прошлого «Караван». И плавная игра гитары Пайерстингса, и джазовое фортепиано, и сложные басовые партии, высокая степень импровизации. Именно в этом альбоме Пайерстингс впервые принимает на себя роль лидера группы и делает это, создавая несколько отличных композиций. Первую часть альбома составили композиции Ричарда Синклера «Лилия Ватерлоу», а также длинный джем «Nothing at all», в записи которого приняли участие джазовый саксофонист Лол Кокс-Хилл и брат Стива, гитарист Фил Миллер. Вторую часть альбома составили короткие поп-песни Пайерстингса и длинная многочастная сюита «The Love in Your Eye» со струнными инструментами, прекрасным соло на флете в исполнении Джиммерстингса. Группа обменивается соло в этой четко структурированной пьесе, которая длится 12,5 минут. «The Love in Your Eye» – выдающийся трек, который на многие годы стал популярным на концертах группы. Это единственный альбом-караван, в котором на клавишнах играет Стив Миллер из группы «Delivery». Он усилил джазовую составляющую звучания, ослабил влияние прогрессивного рока и фолка по сравнению с предыдущими альбомами группы. Прекрасное исполнение Стива Миллера на элитрическом пианино «Вурлицер» показывает его как талантливого импровизатора. На обложке альбома изображен фрагмент гравюры Уильяма Хогарта «Сцена в таверне» из серии «Похождение по весу». Традиционно авторами всех композиций на изданиях указываются коллективно все музыканты группы, кроме тех треков, которые написал Стив Миллер. А это треки «It's Coming Soon» и трек «Song and Sins». В одном из интервью Пайр Стингса как-то спросили, а какая структура власти на тот момент преобладала в группе «Караван»? И он ответил так. «Вы знаете, мы тогда делили все авторские за песни между собой пором». Даже тогда, когда человек, к примеру, не придумал этой мелодии, этого ритма, но ведь этот человек участвует в аранжировке, он предлагает какую-то обработку, он предлагает какие-то очень интересные инструментальные куски этой песни, то есть он делает свой вклад, творческий вклад в конечный результат. И в результате получается так, что все равно это коллективная работа. Ну и самое главное, мы ведь, говорит, тогда были молодыми, и нам не так много было нужно. Для нас сама игра доставляла удовольствие, и поэтому над этим особо не задумывались, просто делили деньги поруну и все. Но потом мы стали уже взрослеть, у нас появились дети, семьи, денег стало требоваться все больше и больше, денег постоянно уже стало не хватать. И в результате этого уже произошло деление, автор получает свои авторские, только потому, что вот он придумал, он получил все свои 100% авторских. Парстинг сказал, это же естественный процесс. После выхода этого альбома Ричард Синклер и Стив Миллер покинули группу «Караван» и присоединились к Филу Миллеру в его новой группе. У Синклера в то время был такой период, когда он даже уже не зарабатывал себе на жизнь музыкой. Как он сам говорил, я пошел по стопам своего отца. Он у меня был плотником в Кентенберре и музыкантом по ночам. Так что я тоже делал столы и прочее, потому что обладал такими навыками. В 1977 году Ричард Синклер был приглашен в группу «Кэммл». И в начале 1978 года Синклер не надуло вернулся в «Караван», а затем он участвовал в записи различных проектов. Вот начиная с этого альбома, можно сказать, что под влиянием Парстингса началась эволюция группы в сторону более легко воспринимаемого коммерческого материала. И вот разные взгляды на будущее музыкального стиля группы и привело к распаду группы после их июльского концерта с группой «Генезис». Парстингс и Ричард Кафлан решили продолжить все-таки деятельность группы. Они для этого наняли трех новых участников, среди которых был Джеффри Ричардсон. Юный альтист и флитист Питер Джеффри Ричардсон на то время был студентами Честерского художественного колледжа. Его манера игры буквально очаровала Пая. В своих интервью Пай рассказывал, очень важно, когда к группе приходит новый участник. Ему дается полная свобода самовыражения, а не просто предлагается копировать то, что было до него. Это создает более здоровый командный дух, на мой взгляд. Это очень важно. Смена состава может быть как кошмаром, так и богословением. Во-первых, это убирает недовольных участников, которые традиционно тратят время в караване. Но, что более важно, этот процесс открывает возможности для нового старта с новыми восторженными заменами. Так что, с одной стороны, грустно видеть, как некоторые люди уходят. С другой стороны, это разжигает веру. Не обременяйте себя чужими страданиями, придерживайте своего оружия и продолжайте добиваться своих целей. Свой пятый студийный альбом под названием «For Girls Who Grow Plump in the Night» группа записала в 1973 году. К записи этого альбома в группу вернулся Дэйв Синклер. Парстинг вспоминал. Дэйв согласился записать «Plump in the Night» в качестве сессионного музыканта за определенную плату, потому что в то время не хотел снова присоединиться к группе и нуждался в быстрых деньгах. Ранее мы записывали альбом без клавишных, чтобы добавить их позже. Дэйв согласился, но записи не хватало чувств. И тем временем у нас был тур, на который Дэйв согласился снова принять в нем участие за определенную плату. И вот по возвращении из тура мы немедленно записали все, что нужно, записали минусовки за один дубль. Изначально девушка на обложке альбома была сфотографирована обнаженной, но по настоянию компании «Дэрам» ее изобразили в ночной рубашке. Альбом стал крупным критическим достижением и показал, что группа может пережить потери вокалиста Ричарда Синклера. Альбом оказался очень достойным, хотя и звучал не вполне, как классический караван. Кентенберийский звук уступил место более обтекаемому симфоническому подходу. Пай Стингс был автором практически всего материала, за исключением некоторых частей, завершающей «Сюиты» и «Hunting We Shall Go». Пай вспоминал, я уже написал все треки для альбома 1973 года «For Girls Who Grow Plump in the Night» и собирался записать его под своим собственным именем. Однако наше руководство убедило меня, что если альбом будет выпущен под именем группы «Караван», он достигнет более широкой аудитории. Это превосходный, очень профессиональный альбом. Этот альбом показал возврат группы к более фирменному звучанию, чем на предыдущем альбоме группы. «Караван энд Нью Симфония» – это первый концертный альбом группы, записанный в Королевском театре Друи Лейн 28 октября 1973 года. Альбом был впервые издан в 1974 году на лейбле «Дерам». В записи этого альбома вместе с группой принимал участие оркестр «Нью Симфония» в составе 39 человек под руководством дирижера Мартина Форда. Пайстингс вспоминал, что альбом, на мой взгляд, мог бы быть гораздо более мощным. Но дело в том, что нам сообщили за 4 недели об организации концерта. Нам дали 2 репетиции с оркестром, по 4 часа каждая. Одна – накануне, а другая – в день концерта. Это включало репетицию бэк-вокалистов, которых мы впервые увидели в день самого концерта. У оркестра возникла проблема с громкостью, поэтому было решено, что они будут играть перед сценой. А мы должны были играть с нашими усилителями, направленными вверх, чтобы не мешать. У Королевского театра, вероятно, самая большая сцена в Лондоне. И казалось, что публика от нас находится за миллион миль. Тем не менее, мы прошли через это. И нам пришлось столкнуться с делегацией оркестра за кулисами, которая не вышла на бис без дополнительной платы. Они этого не сделали, а мы сделали. Ну, в общем, могло быть и лучше. Концертный караван определенно отличается от студийного каравана. На живой сцене группа, как правило, веселится со зрителями, вовлекает их в свои дурацкие игры. И они исполняют все свои лучшие треки. Во многих случаях концертные версии здесь лучше, чем студийные треки. В любом случае, это динамичный спектакль с энергией и полной отдачей. В 1975 году группа уже была готова для своего прорыва в США. И для этого они нанимают нового менеджера Майлза Коплинда. Группа подписывает контракт на 50 концертных выступлений в США и Канаде. Все эти выступления проходят весьма успешно. И в том же 1975 году группа выпускает свой новый альбом под названием «Хитрые трюки». Ну, или перевести можно «Хитрые фокусы». Этот альбом попал в топ-50 в Великобритании и на номер 124 в чарте США, а также в чарты большинства стран Европы. Альбом «Канин Станс» был первым и единственным альбомом группы, который попал в чарты одновременно и в США, и в Великобритании. Это был первый альбом группы с басистом Майком Веджвудом. Этот альбом должен был называться «Toyce in the Arctic» – «Игрушки на чердаке». Но в связи с появлением одноименного диска группы Aerosmith, Каравану пришлось изменить название. Альбом стал одним из бестселлеров группы. Альбом содержит две вещи Дэвида Синклера. Это 18-минутная сюита Добсон Коншертое, занимающая почти всю вторую сторону пластинки, и песня «The Show of Our Leaves», прекрасно спетая Майклом Веджвудом. Веджвуд также написал две более коммерческие песни для этого альбома – романтическую «Lover» и более энергичную фанковую «Welcome the Day». В целом альбом обозначил отход каравана от оригинального британского стиля в направлении приглаженного американского подхода в производствах и аранжировках. К сожалению, несмотря на коммерческий успех данного альбома, впереди у группы были очень тяжелые времена. Это постоянные смены состава, выпуск не столь успешных альбомов, и только в 1982 году группа собралась в своем старом составе. В 1975 году Дэвида Синклера заменил Ян Шеллхас. Очень хороший клавишник, но, к сожалению, как автор не столь плодовитый, как Синклер. Паэс вспоминал про этот альбом. Что касается «Cannins Tans», у нас не было определенного намерения изменить звучание группы. Но в те годы мы только что завершили два тура по США. Вероятно, попались на романтический образ американского образа жизни, который, как я полагаю, и получил отражение в нашем исполнении. Когда вы молоды, это может быть очень соблазнительно. Однако, по мере того, как вы становитесь старше, шоры снимаются, и вы видите вещи с другой стороны. Некоторые из фанатов группы «Караван» считают этот альбом последним из великих альбомов группы. Мне этот альбом очень нравится. В 1976 году выходит очередной альбом группы, седьмой альбом группы, под названием «Слепая собака Санкт-Донстане». Этот альбом уже демонстрирует более легкий песенный материал по сравнению с предыдущими альбомами. Группа сместилась в сторону более коротких попсовых песен. В общем-то, это обусловлено тем, что главной творческой силой на данном альбоме был Пай Астингс. Он написал восемь песен из девяти, которые есть на этом альбоме. К этому моменту группа уже не шла в ногу с преобладающими тогда музыкальными тенденциями. И альбом стал второстепенным хитом в британских чартах альбомов. И не пользовался популярностью и у традиционных поклонников, поскольку исчез порог, а материал на этом альбоме был более попсовый. Хотя альбом и получился более поп-ориентированным, но он все-таки был более цельным, поскольку практически весь материал был одного автора Астингса. Наиболее удачными оказались две сюиты средней длины. Это трек «A very smelly grabby little oik» и лирическая «All the way», где Джимми Астингс играет на флейте, кларонете и альт-саксофоне. Пайп по поводу поп-ориентирования данного альбома объяснял. Поп-подход был чисто попыткой охватить более широкую аудиторию. Написанная музыка очень часто является отражением того, что вы слушаете во время написания этого альбома. Во всяком случае, мне нравятся все музыкальные жанры, так что это естественным образом проявилось и при написании. Почему вы хотите ограничить себя одним стилем музыки? Санкт-Донстан был архиепископом Кентенберийским и покровителем слепых, поэтому дом для слепых был назван его именем. Обложка альбома показывает улицу Святого Донстана, которая ведет к старым западным воротам в Кентенберии, а члены группы «Караван» часто сидели в пабах возле площади Санкт-Донстана. Некоторые поклонники группы считают этот альбом явно недооцененным и считают его лучшим альбомом группы второй половины 70-х годов. Здесь вполне доступная и замечательная музыка, которая просто дарит восхитительную атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok